Пандемия коронавируса кардинально изменила жизнь людей. Соблюдение антиковидных мер приучило нас улыбаться глазами, здороваться локтем или взглядом. И все на безопасном расстоянии. Многие люди с трудом принимают нововведения и с опаской, а больше всего трудно с этим справиться психологически. Особенно эта проблема возникает после перенесенного ковида. Апатия и суицидальные мысли одни из таких осложнений. Как бороться с психическими расстройствами, от которых развивается бессонница, Альбина Ламкова узнавала у специалиста. Почти год весь мир борется с пандемией COVID-19. Опасный вирус так или иначе затронул каждую семью. В такой обстановке люди стали переживать и больше, отмечают доктора. Одни испытывают стресс, боясь заразиться. Другие, уже переболев, ощущают волнение. Особенно часто это случается у женщин, так как они предпочитают анализировать и искать причины любого нарушения. Значительная часть заболевших жалуются на проблемы психоэмоционального характера. Их тревожит отсутствие уверенности в завтрашнем дне. К этому добавляется тревога за здоровье родных и близких. Но есть и те, кто старается не поддаваться панике. Стараемся соблюдать все правила, особенно в людных местах, магазинах. Когда вот народу нет, стараемся гулять в таких безлюдных, где мало людей, местах. А так ничего, спокойное, надо спокойно относиться к этому. Я один живу. У меня это самоизоляция постоянно. Как жена умерла, разницы нет. За близких, волнуюсь, за себя нет. По словам врача-невролога лечебно-реабилитационного центра, нарушение сна после принесенного ковида развивается на фоне интоксикации организма. Работая реабилитологами, мы все чаще видим последствия и осложнения новой коронавирусной инфекции. В частности, хотелось бы остановиться на нарушениях сна и психоневрологических проблемах. Нарушения сна могут быть связаны не только с самим вирусом, но и с препаратами, которые использовали во время лечения ковида. В этом случае доктор советует не заниматься самолечением и обращаться к специалистам. Мы здесь на базе реабилитационного центра совместно с психологами работаем над этой проблемой. Очень важно в лечении нарушений сна не угнетать дыхательный центр, потому что у них и так проблема с органами дыхания. А препараты, которые улучшают сон, эти препараты, они как раз-таки угнетают дыхательный центр. Тут важно разбираться в проблеме. Мы как неврологи можем медикаментозное лечение свое назначить. Психологи, естественно, у них тоже есть свои какие-то когнитивно-поведенческие терапии. Психотерапевты нам очень помогают. Человек сам себе может навредить, отметила доктор. Так, часть пациентов, занимаясь самолечением на обращении к специалисту, пробуют справиться с проблемой ковидной бессонницы путем приема алкоголя перед сном. Человек-то заснет после приема алкоголя на 3-4 часа, а потом центр сна, бодрствование, он активируется, и человек уже не сможет заснуть. То есть здесь мы можем наблюдать уже у человека алкоголизм, если длительно он будет принимать. Поэтому лучше обратиться к специалистам. Этого стесняться абсолютно не нужно. Врач также добавила, те пациенты, которые с большим вниманием относятся к своему состоянию даже в обычной жизни, У них болезнь протекает тяжелее. Поэтому, как говорят в народе, подпитать головной мозг крайне необходимо. Есть пациенты, которые перенесли легкую форму, но у них вот эти психоневрологические проблемы, они более глубокие, чем у того же тяжелого. Конечно же, рецепт здорового сна хочет знать каждый. И он есть, говорят специалисты. Нужно просто больше двигаться и не читать негативные новости на ночь. А если бессонница на самом деле беспокоит, и это не разовая акция, а диагноз, то без помощи медиков уже не обойтись. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.